Друзья всем привет, посетителям, гостям нашего канала, постоянным подписчикам, начинаем подготавливать окончательно все к зиме. Хотел показать, вот сверху у нас вот так лежала клеенка, пленка, ну короче где-то еще были утеплители, мы поснимали. Вот начинаем холодную зимовку, как мы это делаем. Хочу показать, что когда вот лежит пленка, видно да, вот капельки такой еще сырости есть, вот в улике есть здесь. Для того чтобы этого всего не было мы вот эту пленочку просто слаживаем в два раза. И просто так вот над клубом ложим, здесь идет вентиляция, есть продух и с этой стороны вот тоже есть продух. В улике не остается сырости, дно сетка, как бы все уходит. Вот так вот пчелка зимует до весны. Никаких утеплителей, ничего мы на зиму не используем. Так само вот соседним в этом улице мы сделали. Даже немножко тут челку потревожил, она немножко уже активная стала. Вот еще один такой же самый. И так вот сегодня мы будем проходить по всей пасеке. Ну пчелка немножко начала бегать, потому что их потревожил. В каждом улике, где у нас вот еще тут тоже утеплитель лежит, просто не получалось нам приехать месяц на пасеку. Были на то уважительные причины. Вот поэтому делаем там, как сейчас есть. Пчелка собралась. Я не знаю, видно, не видно ее там. Вон они там где-то. Ладно, какая-то выбежала здесь. Ну давай, давай, давай. Вот такой меня еще. Слышно, что-то они там шелестят. Хотя было пчелы море, аж на боках висела. Ну так хорошо вжалась, что ей даже не видно, где она. Ну как везде сейчас делаем. Все. Здесь просто не будет сквозняка сверху. Не будет сквозняка там, где сидит клуб пчел. Не будет поднимать их наверх. Вот. А вот здесь вот, с каждой из сторон, справа и слева, просто будет хороший продух. И не будет сырости в улике скапливаться. Пчелки будут зимовать. То есть вот так вот у нас началась уже холодная зимовка. Сегодня у нас какое там 22 ноября, по-моему. Так, утеплители мы все убираем. И все убираем. И вот так вот полностью мы всю пасеку проходим. Ну и еще один момент, который очень важен. Мы закрывали от ос. Когда летали еще осы. Нижнюю часть. Открывали только верхнюю. О, пчелка шевелилась. Теперь мы ставим на зиму от мышей. Переворачиваем. Здесь вот есть такие крупные, но туда не проходит оса. Говорю, оса. Мышь. Вот и пчелки уже будут тебе спокойно зимовать. Так мы делаем на всех уликах. Для того, чтобы была хорошая вентиляция. Но это в тех уликах, в которых нет дна. Ой, я говорю, нет в сетке. Говорю, нет дна. У которых есть там, не важно. Приоткрыл немножко, чтобы пчела могла выйти, если нужно будет. Будут какие-то теплые дни на облет и все. Ну и так, сегодня мы пройдем все пчелки. Полностью будем убирать везде клееночку. Кстати, мне там спрашивали, стояла здесь семейка, может помните. Вот, что ты будешь с ней делать. Она слабая. Вот здесь вот была у меня карника. Маточка карники. Вот, что получилось. Они ее меняли. Она вылетела на облет, но так она не прилетела. И вот эту соседнюю семейку я подставил сюда. Вот мне даже интересно, где собрался клуб. Сейчас посмотрим. Я подставлял сбоку две рамочки с этими пчелами. У них был расплод. Он даже видно, что еще есть рамочка расплода, но пчелки сдвинулись. Вот они оставили эти две крайние рамки. Да, две крайние рамки они оставили. И вот они сдвинулись к середине. Было еще тепло. Я так понимаю, что у них такая возможность была. Да, вот они там есть. Их даже и не видно на камеру. И вот сидит сверху какая-то одна. Еле-еле ее видно. Парочку пчел там. Поэтому мы их объединили. Теперь у нас одна хорошая семейка получилась. Полноценная. Ну и так, сегодня еще есть там пару отводочков. Слабеньких таких. Вот они там сидят у меня в шестирамочниках. Там хорошие молодые матки. И там, где мне матки не нравятся, в старых таких семейках, я их подсоединю. Они думают, что они сами там разберутся, что им делать. Так что, ребята, такие в общем дела. Пробуем зимовать. Вот, зимовать правильно. Обязательно создать хорошую вентиляцию. Обязательно, чтобы был нормальный продух, чтобы не цвели улики и не было сырости в уликах. Вот, чтобы там было достаточно комфортно пчелей себя чувствовать на протяжении зимы. Ну и никаких больше лишних движений создавать пчелам не надо. Кормов у них достаточно. Всего достаточно. Периодически просто ходить просматривать, мало ли что, что-то не доделали. Самое главное это закормка, ну и обработка пчел от клеща. Все. Это надо было сделать уже давным-давно. Все. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки. Всем всего доброго.